Творческое поколение «Некст» – трион новоиспеченных молодых актеров пополнило труппу Полесского драматического театра. Времени для грез о больших ролях, которые они хотели бы сыграть, нет. Молодежь активно включилась с первых дней в репетиции. Уже в сентябре состоится их дебют, они сыграют в премьерной сказке «Два клена». На пинскую сцену вернули сказку «Два клена». Несколько лет назад ее зритель встречал с криками «Браво!». Режиссер Павел Маринич ставит ее в несколько другой интерпретации и с обновленным составом. В спектакле – история приключений главных героев. Истины прописные и стары как мир. Василиса, работница? Давно тебя жду. Что ж? Давно жду. Я ловко приспособилась ловить и ваш, людишек. Роль Бабы Яги дается выпускнице Витебского колледжа искусств Варваре Морозовой непросто. Играть нужно героиню в возрасте, а потому к такому амплуа приходится приноравливаться. Это, пожалуй, самый колоритный персонаж в любой детской постановке. Перевоплощается в злую ведьму, заколдовавшую двух богатырей, превратив их в два клена. Новая актриса полесского драматического, уроженка Тамбова, выросла в творческой театральной семье. Детство прошло, признается, за кулисами. Поэтому выбор будущей профессии перед девушкой никогда не стоял. Сложно, потому что новый коллектив. Все равно, когда ты уже наработал с одним коллективом, ты чувствуешь себя по-другому. А когда это новые люди, новые режиссеры, новые лица, где-то есть свои сложности. Но мы, к счастью, с ними справляемся сейчас. Все знакомимся, все как-то в работе познаем друг друга. И как-то все идет чередом своим. Первый серьезный экзамен будет сдавать и Дарья Кормиличева. Она также поступила в Полесский драмтеатр после окончания Витебского колледжа. Самое главное в профессии актера для нее – ценная возможность проживать чужие жизни. Здесь можно себя попробовать с разных сторон. В любой роли, как добрым, как и злым. Он вообще совершенно с разных сторон. И это мне интересно, потому как в жизни ты не можешь себя вести с людьми по-разному. То есть надо себе как-то выбрать какое-то амплуа и быть либо хорошим, либо злым. Вот так. А в театре можно много попробовать. Они взрослеют на глазах у зрителей. У них случаются болезни роста, но постепенно вырастают корнями в театр. На сцене юный богатырь, а в жизни Никита Сукач знал, что будет играть именно на сцене. Пока другие его коллеги грезят о больших и солидных ролях, он мечтает сыграть в моноспектакле. Сложная роль может быть человека такого, который с какими-нибудь психическими проблемами. То есть роль, которая будет тебя разделять перед зрителем. То есть ты можешь как быть собой, так и быть другим человеком. То есть в принципе трудная задача. Либо же какой-нибудь моноспектакль. Молодые актеры почти всегда начинают свою карьеру с детских сказок. Маленький зритель – самый требовательный, строгий судья, не терпящий фальши. Пока новому трио помогают постигать азы профессии опытные коллеги. А в будущем перед ними откроются возможности попробовать себя во множестве ипостасей. Все им помогают, все рады, что они пришли. Теперь дело за ними, чтобы не лениться, чтобы только работать, работать, работать. Нам надо интенсивно возобновлять репертуар. Столько много ушло спектаклей. Я думаю, что общим решением что-то им... Куда-то их пристроим, чтобы они не скучались здесь у нас. Ну вот уже в сентябре они будут работать новую премьеру «Сказку два клёна». Ну а дальше – больше. Многочасовая репетиция закончится. Выключат софиты, сменят декорации, опустится занавес. Актеры снимут сценические костюмы, грим и опять придут к выводу, что дело совсем не в этих атрибутах. Просто однажды кто-то родился, чтобы смешить зрителя, заставлять его задумываться или плакать. Продолжение следует...